Всем привет! С вами снова я, Хука Босс, и сегодня мы будем готовить кальян на боковом ананасе. Этот способ довольно-таки редко используется, но советую обратить на него внимание, так как он очень эффектно смотрится. Ну и как всегда в процессе приготовления расскажу вам все тонкости и нюансы, связанные с этим ананасом. Первое, на что следует обратить внимание, ананас должен быть средних размеров. Он не должен быть ни сильно крупным, ни очень маленьким. Ботва должна выглядеть свежо, и у нее должен быть хороший, насыщенный, яркий цвет. Начинаем наше приготовление. Первое, на что нужно обратить внимание, это мы определяемся с той полостью, на которой мы будем делать надрез. Ну, вот, допустим, у меня это будет вот эта полость. Берем нож, думаю, что такой нам нож понадобится, и обрезаем вот так вот нашу ботву. А это мы делаем для того, чтобы нам было удобно в этой части натягивать фольгу. Здесь будет определенный борт, если этого не сделать, то ботва нам будет мешать. Следующий немаловажный момент. Я очень много в интернете вижу фотографий с приготовлением данной чаши. У людей очень такая старая, уже засушенная ботва. Выглядит это не очень красиво. Чтобы это избежать, мы берем просто ножницы и немного обрезаем засохшие части. Так ботва будет выглядеть симпатичнее и намного привлекательнее. А следующий также немаловажный момент. Они торчат у нас как заусенцы, то есть ножом нам не удалось их обрезать. Мы также берем наши ножницы и аккуратно обрезаем. Вот такая у нас должна получиться заготовочка. Берем наш шеф-нож и далее нам следует сделать ровный надрез. Очень многие, я замечал, делают надрез, стараются прям сделать вот по ботве. Это неправильно. Нужно отступить хотя бы сантиметра полтора. Вот мы где-то на глаз берем. Да, этого будет достаточно. И делаем аккуратный надрез. Вот так вот. После того, как мы сделали наш продольный срез, мы переворачиваем фрукт. Берем наш нож для вырезки сердцевины и вырезаем нашу дырку для шахты. Не стоит забывать, что у нас есть ботва, которая утяжеляет наш фрукт. Если мы сделаем дырку посередине непосредственного самого плода, то он у нас, скорее всего, будет перевешивать в сторону ботвы. Поэтому здесь достаточно просто чуть-чуть поставить вот так вот и немножко померить. Вот я думаю, что, скорее всего, дырка где-то будет вот так вот у нас будет дырка посередине. Так, мы вырезали нашу дырку ножом для вырезки сердцевины. После этого мы берем наш нож для карвинга и уже вырезаем область для табака. Я вырезал область для табака. И, как обычно, по традиции, пока я буду готовить табак, я забью нашу дырку салфетками. Также не забываем забивать нашу салфетку именно в дырку для шахты. Наша чаша уже готова, пусть она пока здесь полежит, а мы будем заниматься табаком. Сегодня мы будем работать с табаком фумари с такими вкусами, как черри и лимон-минт. Берем наши салфетки и постараемся вложить определенное количество, которое нам нужно. Мы выложили нужное количество нам табака и после этого мы его немножко сейчас просушим. Табак фумари содержит очень много сиропа, этого нам не нужно. Можно даже вот такими движениями слегка его просушить. Далее снимаем нашу верхнюю часть, можно вот так взять, перевернуть и уже непосредственно выложить табак на доску. Опа! Готово! Мы выложили наш табак, после этого берем наш шиф-нож и начинаем немного его шинковать. Наш табак готов, легкий, воздушный, то что нужно. Продолжаем. После этого мы удаляем все наши салфетки. Берем нашу металлическую сетку, отрезаем нужное нам количество. Закрываем нашу дырку. И после этого уже непосредственно наполняем нашу область табаком. Как видите, дырку я сделал в форме конуса. Тем самым я сократил количество табака. Ну и дальше, после того, как мы засыпали табак, у нас даже в принципе остались еще излишки его. После этого можно руками уже его немножко приминать. Ну и как всегда я освобождаю дырочку для дыма и хорошего потока воздуха уже непосредственно пальцем. Наш фрукт практически полностью готов. У нас получилась вот такая композиция. Далее мы переходим к фольге. А меня очень многие спрашивают, какую я использую фольгу. И сегодня как раз выдался случай, когда у меня есть новый рулон фольги, который я вам могу показать. Вот непосредственно вот такая фольга. Никаких секретов нет. Обычная фольга. Я заготовил нашу фольгу. Здесь 4 слоя. И уже непосредственно сейчас мы будем ее надевать. Ну, сейчас я ее еще раз разглажу, чтобы удалить из слоев воздух. Все готово. После этого мы берем. Я всегда одной рукой придерживаю сверху, а уже непосредственно другой уже заглаживаю по бортам. И уже непосредственно вот для чего мы обрезали здесь ботву и делали этот борт. Потому что нам как раз очень удобно, во-первых, надевать фольгу, и во-вторых, она здесь будет очень хорошо крепиться. Ну, вот я думаю, что мы практически ее натянули. В принципе, можно уже делать дырки. Берем нашу канцелярскую кнопку и начинаем делать дырки. Опять же, одной рукой придерживаем. Когда вы будете делать дырки, не бойтесь, что у вас фольга будет проминаться. Мы после этого ее обрежем и еще раз хорошенько ее натянем. Ну, вот что-то подобное у нас получилось. Там, где у нас в центре я дырки не делал, я думаю, все поняли почему. Сейчас я опять постараюсь ее хорошенько прогладить. И уже непосредственно уже можно снимать аккуратно и уже обрезать излишнюю часть фольги. Далее, сняли нашу фольгу. За ориентир, сколько нам оставлять, мы берем именно непосредственно вот высоту этого борта. Мы обрезали лишнюю часть фольги и далее уже непосредственно устанавливаем опять на наш ананас. Все, наша чаша готова. Устанавливаем ее на кальян. Наши угли готовы, выкладываем их на чашу. Количество углей мы будем определять уже непосредственно по ходу. Угли я кладу в первую очередь ближе к бортам фрукта, чтобы уже наша фольга хорошенько запеклась. Мы наши угли выложили, сейчас попробуем раскурить. Хороший дым, хороший вкус. И как видите, именно данный способ приготовления ананаса выглядит гораздо интереснее, нежели чем классический ананас. И да, кстати, сегодня мы приготовили этот кальян на новых для нас углях. Это на углях титаниум, их нам предоставил Хука Джон. В дальнейшем, я думаю, вместе с вами я буду пробовать их, будем тестить. В Америке это считается уголь номер один, поэтому я думаю, что нам он тоже понравится. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите их под видео. Я постараюсь на них ответить в комментариях или в наших следующих выпусках. Всем большое спасибо за внимание, с вами был Хука Босс, наш аргентинский боковой ананас, угли от Хука Джона. Подписывайтесь на наш блог, ставьте лайки, увидимся в следующем выпуске.